Где искать деньги на свой проект? Теперь это принято делать с помощью краудфандинга. В моде идеи, которые решают проблемы экологии. С миру по нитке собирают на переработку вторсырья, мастер-классы на природе и производство безвредных товаров. Итак, на пятом месте девушки из Белгорода с эко-проектом. Они собирают деньги на свой магазинчик, где продукты планируют продавать не в пластике и полиэтилене, а в бумажных пакетах, а могут и вовсе пересыпать или перелить в тару покупателя. Такой вот флешбэк в Soviet Union. Пора доставать с антресолей бидончики. На четвертом месте дизайнеры из Петербурга. Они так озаботились проблемой бытовых отходов, что создали упаковку для пищевых продуктов из воска. Если упадет, осколками не поранит. В земле полностью разлагается. Можно хранить в ней мед, овес или смастерить из нее свечку. А какой запах! На третьем месте проект московских дизайнеров «Чашка Юла». Экологично хотя бы потому, что не требует ложки. Сахар перемешивается за счет геометрии стакана. Конструкцию запатентовали и уже успели получить золотой трофей международного конкурса. Продукт удалось запустить в производство благодаря крауд-компании. Учиться – кредо стартапера. И поэтому на втором месте школа столярного мастерства. Ее открыла семейная пара. В Нижневартовске оба работали в журналистике. Переехали в Кабардинку и полностью изменили свою жизнь. Теперь приглашают на обучение и отдых к Черному морю. И, наконец, гениальное изобретение мастера из Версаля. С помощью своего устройства он распускает бутылки, как свитера. Устройство – нехитрая дощечка да нож на значение. Будем честны, большинство пластиковые бутылки просто выбрасывает. Но не теперь, когда...